Привет, Страж! С тобой снова канал Трипл Вайп, я Джонни Лейни, и это новое видео о Destiny 2 Военный Разум. В этом видео я, наконец, расскажу о том, как пройти последнее рейд Логова на корабле Липиафан Звёздный Шпиль. Итак, сразу самая базовая вещь – уровень силы. Минимальный показатель для прохождения – 360, но рекомендуемый всё же 371 и выше. Как и в Пожирателе Миров, всего этапов в этом рейде три, с небольшим джамп-пазлом и секретными сундуками между первым и вторыми этапами. И опять-таки, как и раньше, во всём рейде оглавенствует определённая механика. Если в первом рейд Логове были черепа Вексов, а в основной части Липиафана – знаки, то тут нас ждут шары-релики и два сопутствующих дебафа. Два вида дебафа – поглощение и алчность. Поглощение – дебаф, который можно либо получить в определённом месте, либо схватить на боссе, и который убьёт вас по истечению 15 секунд. Алчность – накапливающийся дебаф, который даётся от специального релика шара. Он заменяет собой поглощение, но также убьёт игрока, если набрать больше 10 стаков. Да, именно шарик в руках поможет не умереть от первого дебафа. Все три этапа и даже открытие секретного сундука во время прохождения джамп-пазла будет основано на этой механике, так что имейте это в виду. Так, давайте ближе к делу. Рейд начинается с некого распределителя, где вас встретят несколько колонн и огромная жаровня в центре площадки. Ваша основная задача – продержать все четыре колонны поднятыми, пока щит, который закрывает жаровню в центре, не будет опущен. Если хотя бы одна из колонн опустится до уровня земли, экран начнёт краснеть и через секунд 10 вас вайпнет. Всего закинуть нужно будет три сферы и энкаунтер будет пройден. Звучит довольно просто, не так ли? Но что нам будет мешать? Мобы и два дебафа, о которых было сказано ранее. На вершине колонн находится некая туманная субстанция. Это и есть визуальное отображение поглощения. Чтобы стоять на колонне и не умереть, вам понадобится шар в руке, чтобы поднимать колонну тоже. Соответственно, пока у вас не будет шара, делать на её вершине нечего. Но и стоять бесконечно на колонне не получится, так как вас убьёт дебаф от шара. Поэтому он и передаётся по кругу от колонны к колонне. Сам энкаунтер запускается после того, как заряженный поглощением шар отправится в жаровню. Затем щит закрывается и появляется новый шар, который подбирает либо игрок 6, занимающийся чисткой мобов, и передаёт первому игроку. Либо шар хватает сам первый игрок и сразу встаёт на свою колонну. Важно предупредить следующего игрока, чтобы тот повернулся к вам перед броском, потому что в противном случае шар не попадёт к нему в руки. Если случился какой-то форс-мажор и передать напрямую не получается, то можно просто бросить шар рядом с игроком, он пропадает только через несколько секунд. После того, как колонна перестанет подниматься, шар передаётся следующему стражу, а предыдущий спрыгивает с колонны и помогает чистить мобов. Такая ротация продолжается до тех пор, пока не откроется жаровня, что обычно случается в конце второго круга ротации. Если кидаемый шар не последний, то есть третий, то игрок сначала должен поднять колонну до конца, а потом уже забрасывать его внутрь. Последний шар, соответственно, можно закинуть, как только спадёт щит. О том, что щит скоро будет опущен, вам подскажут вышедшие элитные мобы. Как только шар заброшен, любой незанятый из игроков 1, 4 или 6 уже должны ждать появления нового и как можно скорее передать его следующему игроку в цепочке. Использовать предложенный на схеме вариант можно по часовой или против часовой стрелки. Пока игроки заняты поднятием своих колонн, игроки 5 и 6 заняты исключительно убийством мобов. Игроку 5, а также 2 и 3 не стоит забывать про спаунившихся Центурионов, потому что бьют они больно, особенно по слабо одетым стражам. Для прохождения этого этапа подойдут любые подклассы для зачистки мобов, Аркстрайдер, Даунблейд, Страйкер или Санбрейкер. Особенно солнечные, так как щиты у противников в этом рейде будут только такие. Из экзотического оружия порекомендуется прихватить Геккельбери, Багрец или Спящий Симулянт. Когда этап пройден, статуя за раздачей камшаров поднимется и откроет проход внутрь Левиафана, где стражи уже ждет джамп пазл и два скрытых сундука. Каких-то специальных механик, как на Пожирателе, нет, но нужно просто пропрыгать от начала до конца. Всего на этом этапе 4 чекпоинта, которые выглядят как панель с рычагом и тремя лампочками. Чтобы нажать рычаг и открыть путь дальше, нужно находиться рядом с ним минимум втроем. В этом случае лампочки загорятся зеленым и можно будет активировать рычаг. Первый же рычаг находится справа от входа в огромную открытую локацию. Еще правее от комнаты с рычагом на трубе можно заметить предохранитель, отстрелив который вы получите доступ к шарику и бафу поглощения, что спаунится на треугольной площадке. Такие же будут вам встречаться и дальше, будьте осторожны, не схватите ли баф без шарика, если не хочется лишний раз повайпаться, конечно. С их помощью как раз и можно будет открыть один из двух секретных сундуков. Шары с бафом нужно будет пронести через каждый чекпоинт, закинув его в специальное крепление с войд шаром на стене напротив рычага. После этого уже на новом чекпоинте будет спауниться следующий шар и поглощение. На третьем чекпоинте поднимитесь туда, где сполнится шарик и в проеме увидите еще одно сооружение с лопастями, которое явно не по пути до следующего поинта. Именно на нем с обратной стороны находится первый скрытый сундук. Чтобы пронести шар от первого поинта ко второму и от третьего к четвертому, рекомендуем вставать в длинную цепочку и передавать шар по очереди. Можно сначала не брать дебаф поглощения, чтобы получать стак ялчности и потренироваться на бросках. Со второго на третий поинт шар можно просто перекинуть. Достаточно прицелиться нижней риской в четвертую панель сооружения напротив второго чекпоинта. А с четвертого нести шар всем вместе до сундука, передавая друг другу по очереди. Чтобы добраться до него, нужно на входе повернуть не направо, как к боссу, а налево. В конце коридора кидаете заряженный шарик и вам открывается второй скрытый сундук. Когда вы прошли джамп пазл и открыли сундуки, вас ждут еще два этапа. Теперь можно вернуться ко входу и пройти дальше. Путь вам преградит большая дверь, которая откроется только когда все члены боевой группы подойдут к ней. Да, прямо как на Калусе. В следующей комнате отстрелите предохранители по окружности красного цилиндра и вас засосет наверх, на шпиль. Там как раз Вал Кауор, антагонист этого рейда, будет наваливать очередному клону Калуса. После вашего появления Вал улетит, а Калус любезно предложит уничтожить корабли Красного Легиона. Это и есть второй рейдовый этап. Начнется он после того, как четыре игрока встанут на четыре лифтовые кнопки. Команда делится на две по три человека, левую и правую. Двое с каждой стороны распределяют между собой кнопки, а двое оставшихся стража от каждой команды остаются на центре и подменяют игроков на своей стороне, чистят центр от мобов и наступают на центральную кнопку. По сути получается три пары, двое справа, по центру и слева. После активации кнопок откроется лифт в центре комнаты, а половине, то есть трем игрокам выдадут баф главный приближенный, который позволяет этим лифтам воспользоваться. В идеале отправиться в космос на лифте должны центровые, чтобы игроки оставались на своих кнопках, но если рандом вас не пощадил, то вы должны быстро определить, кто из кнопочников полетит и центровой должен его поменять. Человек, который отправится в лифт, переместится за пределы Левиафана и увидит перед собой три корабля Красного Легиона, один из которых будет отмечен большим кругом с определенным знаком наверху. Сам знак вас не интересует, потому что выглядят они очень странно. Вы должны обратить внимание только на форму фигуры, на которой этот знак изображен. Всего знаков три. Треугольник с обрезанными углами, круг и квадрат. Эти знаки находятся перед центральной площадкой с лифтом, справа, по центру и слева соответственно, и открывают ворота для забрасывания шарика напротив себя. Будет полезно выучить расположение знаков и вместо фигуры сразу называть сторону, которую нужно будет зарядить. Сразу, как только космонавт отправится смотреть знак, за одну из четырех кнопок лифта упадет незаряженный шарик. Вылетит он из раздатчика за отдыхающим калусом. Выглядят они так же, как и на первом этапе. Раздатчики смотрят на плиты крест-накрест, то есть самый левый будет кидать шар на самую правую кнопку и перед тем, как выплюнуть шар, начинает гореть. Так что обращайте на это внимание. Как только один из кнопочников получит шар, оставшиеся игроки выдвигаются на три нажимные платформы с плитами. Каждый на свою сторону, а страз с шаром поднимется на платформу чуть ниже лифта, на которой находятся три треугольных спауна поглощения, по одному с каждой стороны. Отображается он все так же дымкой. Он заряжает им шар и кидает ворота напротив того знака, который сказал космонавт. Чтобы открыть эти ворота хотя бы одному игроку, нужно находиться на всех нажимных плитах. Отмечу, что игрок с шаром сам может открыть ворота с той стороны, с которой собирается забрасывать сферу. Это работает и в обратную сторону. Бросающему не обязательно стоять на плите со знаком, чтобы закинуть шар. Если все прошло нормально, в чате высветится сообщение о том, что одно из орудий заряжено. После этого игроки должны вернуться на лифтовые кнопки, на одну из которых прилетит новый шарик, а один из приближенных, лучше тот же, что и летал смотреть знак, чтобы не путаться, опять отправляется в космос, но уже с заряженным в поглощении с шариком, и кидает его в отмеченный корабль. После этого он красиво взрывается, а кнопки лифта отключаются, давая всем время на убийство мобов. Через некоторое время вы услышите звук повторной активации лифта, и ротация начнется заново. Энкаунтер будет считаться пройденным, когда все три корабля будут уничтожены, то есть через три круга ротации. Получили свой лут? Готовы к последнему испытанию? Только вы обрадовались, что прошли очередной этап, круто со стилем разнесли корабли мерзкого вала Коуора, и один из ваших товарищей решил посмотреть, как там Каусу лежится, отдыхается. Как вдруг на него сверху падает сам Коуор, и на месте, казалось бы, уничтоженного флота появляется еще шесть кораблей Красного Легиона. Да, это и есть последний этап звездного шпиля. Если оказалось так, что у вас меньше 371 единицы силы, то для вас плохие новости. Мобы теперь для вас красные, что значит, что вы наносите им меньше урона, а вот они вам больше. Но не время отчаиваться, давайте разбираться, что к чему. Как вы уже поняли, этап запускается, если подойти к Каусу. После этого Валка Уор возвращается на площадку перед лифтом, окружает себя непробиваемым щитом и спаунит кучу мобов. Примерно половина боя с ним – повторение предыдущего этапа. Но теперь всего становится в два раза больше. Мобов больше, кораблей больше и, соответственно, необходимо больше заряженных шаров и орудий. Приготовьтесь к тому, что этот босс не прощает ошибок и очень требовательен к правильному и очень быстрому исполнению механик. Когда вы, казалось бы, убьете большинство мобов, Вал начнет тужиться и покрываться фиолетовым цветом, а в чате появится сообщение «Скверна Кауора поглощает его». В этот момент центровые игроки встают на площадку с сундуком за прошлый этап, а остальным нужно вернуться на лифтовые кнопки, потому что на одну из них прилетит шарик, а на вас будет наложен дебаф поглощения. А как мы знаем, снять его можно только шариком. После этого вы передаете шар между собой, пока дебаф не будет снят со всех игроков. Лучше делать это двумя тройками – левой и правой командой, где игроки на кнопках сначала почистят себя, потом передадут своему центровому, а тот уже центровому другой стороны и так далее. Последний игрок кидает шар в босса и запускает следующий этап. На лифтовые кнопки будет нацелен лазер, как на паблик-ивенте с буровой установкой, и через несколько секунд на них прилетит элитный гладиатор. Лучше не тратить на него силовые патроны, а стараться обойтись гранатами и кинетиком. После его убийства повторяется фаза второго этапа, когда игроки включают лифт, чтобы отправить приближенного смотреть знаки. Но теперь знаков два, поэтому я и говорил о том, что лучше называть сразу сторону знака, чтобы опять же не путаться. Как только знаки названы, на кнопке прилетают два шарика, а на треугольных местах спауна появляются два дебафа поглощения. Игроки, которым прилетел шар, должны незамедлительно рвануть заряжать шары, распределив дебафы так, что игрок справа берет самый правый баф и самый правый знак, а левый соответственно наоборот. Оставшимся игрокам при хорошем исполнении достаточно просто встать на оставшийся знак, чтобы открыть ворота для заряжения орудий. Но подстраховать метателей на знаки со своей стороны будет не лишним. Центровые тут так же, как и на прошлом этапе, отвечают за центральный знак. Когда два орудия будут готовы и об этом будет объявлено в чат, прилетят еще два шарика. Вот тут как раз можно сильно не торопиться и не пытаться снести два корабля одновременно. Времени хватит, чтобы снести их с помощью одного приближенного по очереди. Так что если боитесь ошибиться, лучше перестраховаться. После этого начнется следующая фаза. С разницей в несколько секунд на кнопке начнут прилетать шарики всего три штуки. Их нужно зарядить и дождаться, когда за спиной Каурора Калус взлетит в воздух и поднимет левую руку. В нее-то и нужно закинуть все три заряженных шара. Основная сложность в том, что Калус начнет взлетать только после того, как будут заряжены все шары. Поэтому их придется передавать с собой, чтобы не умереть от алчности. Предлагаем одного из центровых назначить главным по шарикам на этой фазе, чтобы он сам бегал и заряжал шары. С одной из сторон останется три игрока, им он отдаст шар первым, с другой два игрока, им он отдаст шар второй. А последний заберет сам. Помимо перекидывания шарами, нужно еще чистить мобов и медленно, но верно перемещаться с шариками в маленькие дальние комнатки слева и справа от Калуса. Именно оттуда будет наноситься урон по боссу на фазе дамага. Как только вы закинете все три шара, Калус испустит луч энергии в вала и снесет этим ему щит. В этот момент хорошо бы в идеале санбрекером влететь в босса с ноги, увеличив входящий урон, и дать по нему из буксировочной пушки, если есть войд варлоки. После этого сдать все суперспособности в него по максимуму и ретироваться в самый дальний угол комнатки. Поставить титанам там маленькую стеночку и варлокам разлить усиляющий раскол и аккуратно стрелять с хэви оружия. Идеальнее всего тут подойдет Дарси. При должной сноровке можно выпустить все 23 пули. Босс будет постоянно вертеться вправо-влево, так что имейте ввиду, что самый большой урон наносится ему в бак с горючим на спине. Но и в голову на крайняк тоже можно стрелять. Почему же надо как можно дальше спрятаться, спросите вы? Потому что в момент уязвимости Каурор периодически выпускает ракетные залпы, которые без ульты, скорее всего, вас ваншотнут. А внутри комнаты вы защищены дверным проемом. Как можно догадаться по количеству кораблей, то возможности бить вала будет всего 3. Так что если вы не сносите ему хотя бы треть, то, наверное, что-то вы делаете неправильно и стоит пересмотреть свою тактику. Когда вы снесете ему все хп, начнется любимый у Банжи так называемый Final Blow. Из вала выпадут 6 заряженных сфер, по 3 на каждую сторону. А он будет пытаться завершить свой смертельный каст. В этот момент нужно взять каждому по одному шару и закинуть в него. Если все стражи в вашей группе выше 370 уровня силы, то 5 заряженных шаров хватит, чтобы снять щит и сбить каст. Но в любом случае, если никто из группы не умер и не надо кидать шар за него, то после броска начинайте бить со всего, что осталось. Если вы все сделаете правильно, то Валка Уор будет повержен, Левиафан будет спасен, а Калус отблагодарит вас сундуком с мощной шмоткой. Стоит отметить, что в первый день после релиза убить Каурора удалось лишь 17 командам со всего мира. А к первому ресету это число перевалило всего лишь до сотни. В которую, кстати, несколько раз вошли гардианы из нашего ПК-клана Triple Vibe Parsec. Думается мне, что парни заслужили, чтобы их похвалили, да? А на этом все, спасибо, что досмотрели этот гайд до конца. Будем надеяться, что с его помощью вы сможете закрыть звездный шпиль, хорошенько приодеться, выбить экзотическую эмоцию и хвастаться перед друзьями крутой эмблемой. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и до связи!